Они уже среди нас и скоро заполонят нашу планету. Железные бездушные киборги. Шарик. Ну ты чего, остолбенел что ли? Теперь и за водой идти снова надо, и за продуктами. Ну какие продукты, Матроскин? Если киборги нас заполонять придут, зато я теперь про них всё знаю. И сразу укушу. Эээ, в смысле, раскушу. А завтрак нам тоже киборги твои готовить будут? Не ссорьтесь, Матроскин. Я в Сбермаркете нам уже готовый завтрак заказал. О, а вот и он. Прошу прощения, шнурок развязался. Ваша доставка. Спасибо. Ха, быстро вы, дядь Печкин. И что, даже документы не попросите? Этого не требуется. Хорошего дня. Печкин, а ты не знаешь, чем столбняк собачий лечит? А то наш шарик, мне кажется, его подхватил. Шарик, отомри. Бутерброд буди. Не было у Печкина никаких шнурков. Он в сапогах ходит. Это не Печкин, это киборг. Ох, вампиры и зубокрыс у нас уже были. Теперь до киборгов дошли. А почему тогда Печкин такой вежливый стал? Это потому, что у него сбой в этой системе электронной. Шарик, киборгов не бывает. А вот и бывает. Я вам доказательства достану. Воды лучше достань из колодца, борец блохастый. Роботы мои, новенькие. Настанет день, и я соберу всех вас в будущем. А-а-а! Восстание роботов! Да что же это такое-то, а? Вот, видели. Шарик, успокойся. Это просто ракурс такой. Он про будущее говорил. И роботов. И глазом так сканировал. Я тебе сейчас так отсканирую. Мало не покажется. Ну тогда я Печкина этого фальшивого прямо тут буду на киборг... киборговость проверять. Вот и посмотрим. Сладкого вам денёчка! И вам приятного аппетита! Приятного рыболовства! Приятного домоводства! Приятного пиловодства! Приятного, приятного, приятного! Вот, всё сходится. Тяжести легко поднимает. Перец на него не действует. А главное, он не устает. Киборгон. Всё, хватит нам этой кибернетики. Совсем мозги заржавели. Марш к колодцу! Точно, Матроскин. Мы его заржавели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рано. 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 Вот сейчас! Это какой-то задвинутый киборг. Воды не боится. Ваш заказ полной сохранности. Ну, всё. Что всё? Смена закончилась. Товарищ пёс, что же вы меня тираните весь день? Образцового курьера Сбермаркета. Так вы поэтому такой вежливый были. Да, я на двух работах вкалываю, чтобы редкую марку для коллекции приобрести. Но теперь я вам всё выскажу. Ну-ка, сиди сюда. Я тебе покажу, кто тут киборг. И сприду. Песня киборг. Может, нам этого киборговеда тоже доставку устроить? А то воды так вот и не принёс. Шарик, никакой не балбес. Я ведь уже давно на канал подписался, чтобы новые серии не пропускать. И ты скорее жми на кнопку, чтобы стать нашим лучшим другом. Субтитры сделал DimaTorzok А, работа я вижу в самом разгаре. Шарик, сколько раз тебе говорить, какой стороной надо бутылки ставить? А разница какая? Это уже... это... 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 ой... ай... Это уже... это... это... а ну, брось! Прям как настоящий. Караул! Патроскина раздвоили. Вот теперь полный порядок. Ура! Наконец-то у меня самый лучший помощник в мире появился. Ох, дядь Фёдор, чую, ждут нас неприятности. А нюх у меня хороший. Ох, Шарик, надеюсь, в этот раз нюх тебя подведёт. Хватит болтать! Через час молоковоз приедет. Всем срочно за работу! Ох, устал. Ещё бы! Я от одного матроска наустал, а тут их два. Ну вот что, Шарик, бери-ка ведро и воды принеси. А ты, дядя Фёдор, бери лопату и грядки вскопай. Наоборот, пусть Шарик копает, так ему в телефон будет сложнее смотреть. А дядя Фёдор воду быстрее принесёт. Он более ловкий. И за ним присмотри. А мне нужно штору дошить. Стоп, стоп, стоп! Какую ещё штору? А грядки кто будет разравнивать? А вы что тут, в пустую копаете? Пойдёмте лучше компостную яму сделаем. Субтитры подогнал, сэр! Понимаешь, я ему покажу, кто на ферме хозяин. Он же твоя копия, значит, тоже хозяин. И ведёт себя так же, как и ты. Что значит, как я? Да я вообще не такой! Ну, скажи ему, дядя Фёдор! Матроскин, ну, вообще-то он на тебя похож. Ну, я же не так командую. Ну, я же мягче. И грабли никому не сую постоянно. Это правда. Ты просто командуешь. А команду можно мимо ушей пропускать. Я так думаю. Нам этого второго нужно обратно в удвоителя отправить. Только удвоителя нет. Я его не нашёл. Видимо, он спрятал. Почему это спрятал? Потому что я бы его обязательно спрятал. Тогда думай, Матроскин, куда бы ты его спрятал? Ну, конечно, в колодце. Тщательно жуй, тщательно, чтобы жирность у молока поднималась. Ясно тебе? Так, почему не на огороде? Хватит. Накомандовался уже. Нельзя брать мой удвоитель без спроса. Так, Матроскин может быть только один. Ясно тебе? И это я. Нет, я! Я и сам теперь не понимаю, кто из них кто. Я тоже. Ладно, ты победил. Забирай его себе. Это правильное решение. Мы оба понимаем, что я более ответственный и хозяйственный, чем ты. Как же, более хозяйственный и ответственный, чем я. Скорей, такой же балбес, как Шарик. Ура! Это наш любимый вредный кот остался. А здорово бы так лежать и ничего не делать. Да, хорошо бы вот так. Почаще. Ой, почаще бы. Точно, почаще. Почаще огурцы надо поливать, а то без урожая останемся. А ну, то лежим. Лейте в руки и марш на грядке. Атраскин, смотри, какой рюкзак-трансформер для походов купил. Фирменный. Ой, балбес ты фирменный. Опять тебе ерунду продали, а ты и уши развесил. Привет, простоквашенцы. Как дела? Дядя Фёдор, как вернёшься с моря, в поход пойдём. Смотри, какой рюкзак я купил. Фирменный. Крутой. Сходим обязательно. Только мы тут немного задерживаемся. Всего одно платье осталось. Поэтому вам придётся организовать поход в город. Цветок полить. Традисканцию. Традисканцию. Не беспокойтесь, отдыхайте. Я всё сделаю. Какой же у нас кот замечательный. С меня сувениры. Скучаю. Пока. Шарик, а куда это ты собрался? Город поливать труди... Традисканция. Ну, цветок вообще. Лучше я поеду. Тебе одному в город никак нельзя. Мало ли что может случиться. Да что со мной может случиться? Это случайность. Нет, Шарик. В твоём случае это закономерность. Так что я поехал. А хозяйство на тебе. Нет, Матроскин. Я тебе докажу, что в город могу поехать один. Ну, время до электрички ещё есть. Так что я устрою тебе проверку. Ура! Проверка! Это переход. Перед ним тормозить надо. Так, по сторонам не посмотрел. Такси не заметил, а дорогу переходить по зебре положено. Ты что, Матроскин? Какая зебра? У нас только коровы есть. И балбес в полосочку. Добрый день. Кажется, мы не знакомы. Я Чучела. Привет. Я Шарик. А где вы живёте? А, вон там. А дверь на ключ закрываете? Нет, дверь всегда открыта. А есть ли у вас в доме ценности? То ещё как. Холодильник. Матроскин говорит, что он очень дорогой. Опять провалил. С незнакомцем разговаривал, рассказал, где живёшь, и про вещи ценные всё разболтал. Почему мы с незнакомцем? Это ж Чучела наше. Здравствуйте. Продиктуйте номер вашей карты, пожалуйста. Карты? О, нашёл. Диктую. Контурная карта. Тираж 10 тысяч экземпляров. Вот балбес. О, извините, это не вам. Номер кредитной карты, пожалуйста. А, этой. Так. 10. 0. 5. Данные кредитной карты вообще говорить никому нельзя. Так это ж ты только что звонил. Ну и что? И мне данные говорить нельзя. А как ты мне зарплату тогда перечислишь? Балбес ты, Шарик. Это задание ты тоже провалил? Дверь не закрыл. Имущество не уберёг. Да я никогда не закрываю. Все же свои. Вот поэтому и счёт 4-0 в пользу мошенников и грабителей. А может, мне просто времени на подготовку не хватило? Ну вот и готовься. А я пока в город съезжу. Да, и холодильник со двора в дом не забудь занести. Подростки, ну дай мне ещё одну проверку. Я пройду. Честная Шариковская. Все брус отри. Гаврюшу помой. Чучело почини. На незнакомые номера не отвечай. Матроскин, там! Не перебивай. И это, внимательнее смотри по сторонам. Ты, матроскин, лучше дом побудь. И холодильник на место поставить не забудь. А поевать эти тру... Ну цветы, в общем, буду я. Простите, но мы с вами не знакомы. А с незнакомыми котами на столбах я не разговариваю. И данные своей карты я вам не скажу. Наш проверочный матроскин слишком любит проверять. В огороде перекрёстки научился рисовать. Кто здесь? Я же говорил, дверь закрывай. Шарик! Салют! Включи баскетбол! Секунду. Включаю. Хорошая передача. Бросок! Ура! Ура! Трёхочковый! Да! Какая игра! Мощь! Сила! Это так круто! Да, дядя Фёдор? Да. Какие они высокие. Ловко мяч закидывают. Нашёл. Интересно, как ключи от кафе тут оказались? Кстати, я в школе в баскетбол играл. О, и похоже ещё в форме. А вот я однажды галчонку в гнездо свой телефон закидал. Точно так же. Пап, ты играл в баскетбол? Хотя, ты же высокий. Ничего себе! Папа Федя баскетболист. Как классно! А вы нас научите? Чур я снимаю. Какой контент для блога был. После работы можно. Спортивные игры и для здоровья полезны, и на аппетит хорошо влияют. Ой, аппетит! Мне же Кося кормить пора. Ну, до вечера. А может, лучше в шахматы? Ай-яй-яй! Кажется, это фиаско, друзья. А у нас на связи дядя Фёдор. Какие прогнозы на предстоящую игру? Невысокие. Ты видел, какой рост у баскетболистов? Им до кольца легко достать. А давай мы тебя на ходу не поставим. Тоже высоким будешь. Хотя, был у меня как-то случай. Шарик, мне срочно нужно подрасти. Ну, в интернете пишут, что растут от витаминов. Мне нужно будет много витаминов. Объявляю план В. Витамины. Дядь Фёдор, вот самый лучший витамин. Колбаса докторская. Я больше не могу. Я хоть немножко вырос. Нет, кажется, это колбаска. Эм, фиаско. Бан В не сработал. Только штаны растянул. О, я однажды во время стирки под одеяльник так растянул, что потом на два одеяла хватило. Точно! Мы меня растянем! Объявляю план Р. Растяжка! Только тебя сначала постирать надо. Ну как, дядь Фёдор, нагрузки хватает? А то я утюг ещё где-то видел. Нет, я и так соскальзываю. А вдруг мы тебя слишком сильно растянем? Ты же тогда на кровать не повестишься. Главное, до баскетбольного кольца достать. Не сработал план Р. Я решил пораньше из кафе уйти. Можем начать играть. А это что за овощно-вещевой бардак? Мама точно не одобрит. А так мы, это, нагрузку увеличивали. Я вырасти хотел побыстрее. Потому что высокому баскетболисту проще до кольца доставать. О, в интернете ещё пишут, что от тепла все предметы расширяются. Никого мы расширять не будем. Дядя Фёдор, дело не в росте. Это я в составе школьной баскетбольной команды. Ого! Но, пап, ты здесь даже ниже меня. Да, и при этом был одним из лучших игроков. И, кстати, кубок этот благодаря мне выиграли. Секундочку. Вас растянули или расширили? Нет, Шарик. Верил в себя, не сдавался после промахов и неудач. И самое главное. Еле много витаминов. Тренировался. Много и усердно. Все на площадку! Ура! Объявляю план! Тррр! Ну, тренировка. Девять, десять. Вот. С этой линии попасть проще всего. Это я, как инженер, заявляю. Баскетбольный инженер. А теперь прицелься и бросай. Отлично! Теперь чуть выше подпрыгни. Помочь хотел. Дядя Федор, никто и ничто не должен отвлекать тебя от цели. Ого, дядя Федор! Я и не знала, что ты так круто прыгаешь. Спасибо. А можно теперь я попробую? Ну вот, я же говорил, что рост в баскетболе не главное. Главное, тренировки и упорство. Отлично, дядя Федор. Ой. Ага, вот в чем дело. Матроскин, а я и не знал, что ты в палочках хорошо разбираешься. Не в палочках, Шарик, а в речном и морском транспорте. Не зря же я в полосочку. При чем тут полосочки? А при том, полоски – это верный признак настоящего моряка. Не согласен. Матрасы тоже полосатыми бывают, а плавают плохо. Настоящий признак моряка – это бескозырка. Ага, я такие ленточки могу к любой шапке пришить. Это не доказательство. Здравствуйте, дядь Печкин. Тсс, похож, дядь Федор, тут шторм намечается. Да я все детство с бабушкой на корабле провел, а дядя у меня вообще кот капитана. А я сам на флоте служил и никаких котов на кораблях не видел. Да потому что вы вообще на кораблях не были. Вау-вау, дядь Печкин, матроскин. А вот давайте и проверим, кто на корабле был, а кто врун полосатый. Вызываю вас на морскую дуэль. Вызов принят. Испытание первое. На ловкость. Кто быстрее завяжет морской узел, получит бал. Шарик, давай старт. Испытание второе. Творческое. Кто лучше исполнит морской танец, заработает свой бал. Салют. Включи музыку. Счёт 1-1. Последнее испытание. Морская ткачка. Нужно продержаться минуту. Хе-хе-хе. С такой качкой Вера Павловна справилась бы. А ну тыра-пыра. Увеличивай мощность. Получается, что ничья. Ничья нам не нужна. Впервые согласен со своим усатым оппонентом. Хватит нам по суше скакать. Пора переходить к воде. Дядя Фёдор, давай самое финальное испытание. Эм... Самое финальное испытание. Оно определит, кто настоящий морской волк. Точнее, морской котик. Или морской почтальон. Вам нужно доплыть до плотины. И обратно. Кто сделает это быстрее, тот и выиграл. Елки сосновые, куда же вы на мою недвижимость двигаетесь, а? А ну, гребите отсюда, назад! Слезайте, товарищ кот. Мне тонуть никак нельзя. У меня должность ответственная почтовая. А у меня молочная. А чего они вдвоём-то на доску не влезут? Место же есть. А, вот почему. Помогите! Я же плавать не умею! Как же так? Матрос, а плавать не умеете? А, так... Я на берегу служил. В морском порту печати на контейнеры ставил. Погодите-ка. А вы, стало быть, тоже не водоплавающие? Где же это видно, что коты плавать умели? Я с детства воду не переношу. Получается, ничья. Ничья. Что такое? Что полотену сломал, тому её и чинить. Ваш, смотрю, по грибы собрались. Кстати, знаете ли вы, что ножку у гриба не срезать надо, а отщипывать? Срезать правильнее. Это я вам как грибник со стажем в девять жизней говорю. Отщипывать. Все-таки смылись, а, морячки. Да, клюй на здоровье. Я не жадный. Не то, что некоторые полосатые личности. Вот почему Матроскин бензопилу не купит? Потому что необходимости нет. А топор есть. Если бы кое-кто деньги не тратил на кружки ненужные, то сам бы давно бензопилу купил. Между прочим, кружка бесплатная. Мне её банк подарил. И ещё эту, как её, карту золотую. Шарик, кто ж так с картами-то обращается? На ней же кредитный лимит. Деньги. У меня есть деньги? Да. Но если потратишь, их нужно будет вернуть. Так на сайте написано. Кружку мне подарили и вернуть не требуют. Так значит, и деньги на карте тоже подарок. Железная логика. Шарик, отдай карту, пока не разорил нас. Стой! Стой! Лимит уронишь! Кто там? Хе-хе-хе! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дядя Фёдор, ищи скорее ножницы, пока мы банкротами не стали. Дядь Фёдор, а ты карту мою не видел? Что это вы тут удумали? Уничтожаем твои рокфеллерские забашки. Чего-чего? Рокфеллер, порода такая богатая. Хоть Рокфеллер, хоть Рокфорд, хоть Роттердам. По кредиту всем платить положено. Квитанция вот от банка. У вас все сроки вышли, между прочим. Отдавать пора. Как отдавать? Мне же банк подарил деньги. Мы говорили тебе, что их не подарили. Отдали в долг. Теперь все вернуть надо. По договору. А денег у нас? Тю-тюй. Ну раз денег тю-тюй, значит опечатывать имущество. Сейчас буду. Тойте, может вы обратно покупки заберете, а коробку мою распечатаете? Покупки заберем все непременно. А корова, сара и веранда, проценты за просрочку платежа. И это все мое. А имущество шарика это лапы, уши и хвост. Вот их и забирайте. Матроскин, не кричись. Дядя Печкин, мы все вернем. Обещаем. Если не вернете, опечатанное имущество уйдет в собственность банку. Так, а после обеда я у вас конфеты конфисковывать буду. Может мне у родителей попросить? Они точно помогут. Даже не думай, дядя Федор. Вдруг они тебя в город увезут. Но совсем. Не надо ничего просить. Я в город поеду. Лизовые собаки везде нужны. Или переводчиком устроюсь. собачьего. Шарик, не надо никуда выезжать. Матроскин, ну скажи ему. Не поминайте лихом. А деньги я все отдам. Матроскин, надо его остановить. Я за телегой. Вот, передайте банку. А остальное я позже отдам. Если вы в бега намылились, то поспешу вас разочаровать. У нас длинные руки. Дядя Федоркин, дядя Федоркин, вот ваши проценты. Шарик, не надо никуда уходить. Стойте, подождите. Это же ваши любимые вещи. Ну, вы даете. Я это... Спасибо. Спасибо, в карман не положишь. Будешь на огороде отрабатывать. Рубля не хватает. Уважаемый клиент, танцуйте! Вам за погашенный кредит новую карту прислали и лимит увеличили. А к ней термокружка и ручка шариковая. Шариковая. А ну, стой! А расписаться в получении? Вот тебе топор шариковый. И вперед, шариковые проценты, отрабатывать! Да что там такое? Гвозди, что ли? И правда, дядя Федор, этот балбес гвозди в ботинке хранит. Натроскин, принимай работу. Лопату починил. Шарик, а ты чем ее измазал? Не скажу. Жвачкой. Не помню, куда гвозди дел. Так челюсть устала. Никогда еще столько не жевал. Да, Шарик, от тебя одни проблемы. Подумаешь, мелочи. Никто ж не пострадал. Шарик, иногда мелочи могут быть очень важными. Подумаю об этом завтра. Хоть ночью от тебя проблем нет. Ой, а где подушка? Там, где ты ее бросил. Ай! Спасибо. Доброе утро. А чего вы все сонные такие? Мы, Шарик, сонные потому, что теперь от тебя и по ночам проблемы. Ты храпишь. Я? Да я вообще самый тихий пес во сне. Подумаешь, посопел разок от усталости. Больше не буду. А где все? Матроскин, ты куда? Мяу! Я Чодор. Я Чодор, держись! Может, вам сейчас поспать? Я Кот, а не мышь летучая, чтоб днем спать. Давайте тогда я днем спать буду. Правда, мы тогда совсем видеться перестанем. Нет, эту проблему не решит. Шарик, будем избавлять тебя от храпа. Я согласен. На все. Субтитры сделал DimaTorzok А вдруг не получится? Хоть что-то должно сработать. А если нет, будем искать новые методы. А вдруг? Вдруг только муха в варенье падает? Тишина. Наконец-то. А? Кто это свистел? А-а-а, ничего мне не поможет. Лучше я... А-а-а! Вообще, уйду из дома. Шарик, не надо никуда уходить. Но мы же ещё навозные припарки не попробовали. Устроюсь позвонить. Позвоню. Позвоню. Ну, прощай. Ну, прощай. Все, все. Ну, прощай. Чихнишь ты наконец. Так вот, почему ты храпел, Шарик. Из-за пёрышка. Из-за такой мелочи? Да, Шарик. Иногда мелочи бывают важными. Кажется, я это уже говорил. Поспим, наконец-то! Субтитры сделал DimaTorzok Это не я. Гаврюша, отдай! Это на мороженого. Нужно быстренько собрать, пока Матроскин не увидел. Шарик, это что? Палочки для мороженого. Ты же сам просил. Балбес ты на палочке. Давай бидон со сливками. Вот так вот, а. Это сметана. Ну, все надо контролировать, а. Подумаешь. Было бы сметанное мороженое. Уй, спина! Аккуратней! Ох, мое мороженое! Если сейчас не сварим, все на жаре скиснет! Не волнуйся, Матроскин. Мы с дядей Федором быстро справимся. Без меня? Да у вас не мороженое, а клей фруктовый получится. Ой-ой-ой-ой-ой! Успокойся, Матроскин. Ты нам рецепт напишешь, мы по нему и приготовим. Или ты нам не доверяешь. Кто? Я? Доверяю. Сахар кипит. Варим двадцать минут. Варить десять минут. Ой, балбеша. Сам балбеша. Стой! Куда? Конец связи, Матроскин! Кто там? О! Масло сливочного, запяте. Яиц два десятка, взбить, тачака. Понятно? Взбить, тачака. Работает! Сок ягодный, тачака. Перемешать по часовой стрелке, тачака. Огонь убавить. Кротив часовой, запяте. Сливок больше, тачака. Шарик-балбес, тачака. Галчонок, тачака. Эх, сломалась птичка. Матроскин, прием. Скажи что-нибудь. Помешивать каждые полчаса. Матроскин, если что, ягоды я положил. Шарик, я все вижу. А что, камера работает уже? Почему не по рецепту? Матроскин, жестик, плавнее. Крышку. Температуру прибавить. Убавить. Три палец. Мешать. Ай. 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 Шарик. Дядя Федор. Прием. Гаврюша, ко мне. Продолжаем не мешать, заботая. Дядя Федор, аккуратнее тяни. Ух, не застряли. И как вам после этого доверять? Ну все, сварили мороженку. Я сам все сделаю. Гаврюша, вперед. Поздно. Матроскин, сюда. Мое мороженое, как так-то? О, новый рецепт. Матроскин в сахаре называется. Смотри-ка, и спина прошла. Я же все контролировал. И переконтролировал. Вот видишь, матроскин, когда доверяешь, все намного проще становится. Эх, жаль только, что без мороженого остались. Но я же говорил, что сахара надо было побольше положить. Матроскин, сюда, подожди. Бурь, я из-за тебя всё шоу пропущу! Дядя Фёдор, скажи ему! Нет, дядь Фёдор, скажи этой полосатой жодине, что я тоже хочу телевизор посмотреть! Ну что вы как маленькие! Научитесь договариваться сами! А чё это они грызутся? Да я уже и не помню, с чего всё началось! Третий день ругаются! А-а-а! А-а-а! Шарик, это ты во всём виноват! Я не виноват, что я мультики люблю! Хватит! Давайте придумаем, как починить вертолёт Веры Пауны! Тама-тама! Ух ты! Как будто и не ломался! Ой! Ой-ой-ой! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Это ж надо, а! Крепко приклеились! Шарик, ну что ты прилип, как банный лист, а ты как банный веник, вот! Ох, что же с вами делать? Итак, мы не знаем, как вас расклеить. Придется вам пожить... вместе. Что? Да ладно вам, в природе много таких примеров, когда животные разных видов живут вместе. Это называется симбиоз. Симби... что? С этим балбесом никаких симбиозов! Все, я на рыбалку. Не-не-не, сначала в коровник, пора моих коровок доить. Шарик, сейчас же в коровник меня не отнеси! Обязательно! После рыбалки! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Ух! О-о-о! Нормозик! Прыгай! Ты-то что? Я уж думал, все. Кранты. Да-а-а! А что же там дядя Федор про симбиоз-то говорил? Ха-ха. Хм? Вот так вот, а. Матроскин, Шарик, хорошие новости! Тама-тама придумала, как вас расплить! А как же это самбо... симбо... Симбиоз! А мы ведь уже и привыкли! Шарик, айда на рыбалку! Щука пошла! На этот раз с пустыми лапами не уйдёшь! Матроскин, идём, а? Нет, Шарик, хватит с меня рыбалки! Давай-ка всё-таки разделимся! Эх, ладно! Привет! Тама-тама! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а-а! Надеюсь, вы и дальше будете жить дружно, в симбиозе! А как же! Шарик, тут ведро оставь! Оно мне для молока нужно! А куда я буду в лоб складывать? Кастрюлю возьми! Что за балбес в кастрюле на рыбалку пойдёт? Пей! Ну, Матроскин! ВОЗДЕЧИТОР Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а-а! А-а-а-а! Субтитры подогнал «Симон»